Беларусь Беларусь Борисоглебская церковь Любчинский замок Заброшенный дворец Радивилов Сотня метров вправо-влево И перед вами откроется неизведанная Беларусь Исчезающая Беларусь Спешите ее увидеть Например, возьмем направление на Мстиславле И совершим путешествие по Могилевской области Первая точка княжицы Небольшая деревня вблизи Могилева Здесь сохранился каменный храм середины 18 века Массивное здание хорошо видно издалека Строительство костела Святого Антония началось в 1750 году Закончилось лишь в 1791 В 1872 году он был реконструирован под православную церковь Над ним надстроили купол За последние 100 лет памятник сакральной архитектуры Доведен до практически полного разрушения Следующая точка нашего маршрута Деревня Рясна Дребенского района Здесь еще стоит костел Святого Казимира Выдающийся памятник архитектуры классицизма Его строительство завершилось в 1818 году Костел очень сильно пострадал во время Второй мировой войны Но до сих пор впечатляет Многочисленные колонны, нефы, старинный металл Уничтоженный временем красный кирпич, как сотый Здесь природа берет свое, пока человек зазевался А когда-то здесь было четыре алтаря и играл орган Недалеко от Мстиславля расположилась деревня Ануфриева Памятник архитектуры барокко Церковь Святого Ануфрия была построена во второй половине 18 века Как униадская На месте, где ранее был православный монастырь Местные жители борются с буйной растительностью внутри храма Скашивают траву и не дают расти деревьям Мстиславль удивит всех любителей архитектурной старины Монументальный бывший иезуитский костел с монастырем Теперь Николаевский кафедральный собор Кармелитский костел и церковь Александра Невского построена в 1877 году Здесь сохранилось два историко-археологических памятника Девять через замковые горы, они находятся под охраной государства И последняя точка нашего путешествия по Могилевской области Находится в 8 километрах от Мстиславля Святоуспенский пустынский монастырь В свои лета древний обитель отсчитывает с 1380 года Когда мстиславский князь Симеон Лугвений Участник Куликовской и Грюнвальской битвы Основал часовню на месте чудотворной креницы Монастырь был действующим на протяжении пяти веков Его закрыли в советское время Здание использовалось как школа и детский дом А затем более полувека строения монастыря были без присмотра С 2003 года силами поселившихся здесь монахов Постройки обновляются Реставрация началась, когда на одной из стен монастыря Сквозь побелку проступил образ Христа Проверено, такие путешествия впечатляют неимоверно И это только малая часть того, чем может удивить неизвестная Беларусь Архитектурный маршрут для вас оставили Татьяна Ласут, Андрей Кульгау и Денис Костюкевич Утро, студия, хорошего настроения Субтитры создавал DimaTorzok